Что может быть лучше, чем увлечение, ставшее работой? В последнее время появляется все больше и больше мастеров, которые находят себя в необычных хобби. Вместе их собирает ярмарка чудес, которая для города уже стала хорошей традицией. Два раза в год, в преддверии Рождества и Пасхи, ремесленницы делают для брещен настоящий праздник творчества. Выбор и ассортимент приятно удивляют. Это ремесленники. Все мы где-то с детства учимся у родителей, у бабушек, у дедушек создавать прекрасные вещи. Мы очень трепетно к этому относятся. Каждый очень сильно бережет свое изделие, очень ценит его. Точно так же здесь и молодые люди, женщины, девушки, они создают своими руками совершенно прекрасные, уникальные вещи. Они могут спорить с любой фабрикой сувениров, потому что в их работах есть индивидуальность, есть авторство, есть изюминка. Среди большого количества красивых сувениров особенно выделяются натуральные и экологичные хобби, а еще те увлечения, которые относят нас к ремеслу наших далеких предков. Например, Ольга Смоловская развивает технику нанесения рисунка на ткани с помощью деревянных досок. Я занимаюсь штамповкой по ткани, то есть это нанесение рисунка в старой технике, деревянной набойкой деревянными досками. То есть на доску наносится краска и она вбивается в ткань. Вот сегодня у меня представлены шарфы, футболки и косметички. В этой технике также шоперы, модный тренд сейчас экологичности. Для самих мастеров такие ярмарки – это хорошая возможность пообщаться, обменяться интересными идеями, задумками и планами, которые впоследствии могут воплотиться в интересные совместные проекты. Конечно, все знакомые, все друзья, и пообщаться, поделиться, тоже каким-то посмотреть, кто что нового придумал, кто что сделал, новые изделия – это здорово каждый год. Кстати, ярмарки ремесленников на этом мероприятии не заканчиваются. Уже в субботу, 28 декабря, состоится еще один праздник творчества. Его будет принимать площадка торгового центра «Экватор».